Дрипка RUN Подробнее мы посмотрим о технических каких-то возможностях, характеристиках на столе. В профите мы поговорим о ее вкусе и навале. Но вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Поехали! RUN от WUPLE Powerful Technology. Сзади у нас указан, что этот цвет черный. Собственно, вы можете это видеть через экранчик, будем говорить так. Здесь у нас есть возможность проверки на оригинальность и инструкция о том, что идет в комплекте. Точнее, комплектация. Коробочка. Достаем саму дрипку. Снизу нас ждет инструкция. Инструкция у нас такая вот на английском языке. Тут как заправлять, капать сверху, снизу и так далее. Как устанавливать коилы. Внутри у нас переходник U510, склонг, пин, отвертка и ключ. Ну, в принципе, комплектация такая. Небогатая. Небогатая. Где же вата? Где же койлы? Ну, и хрен с ним. Так. Сама дрипка. Ну, такая достаточно увесистая. Ну, давайте перейдем к техническим характеристикам. Высота дрипки 26 мм. Посадка у нас 24,5 мм. Может производиться в шести вариантах цветов. Там золотом, в черном, в стальном. И плюс вариации вот с верхней части. Дриптипа у нас у каждого из вариаций свой. Там какие-то свои расцветочки. Ну, то есть, своя гамма, так сказать, палитра вот этих вот вкраплений. Я так понимаю, что это акриловый дриптип. Ну, собственно, ничего тут такого сложного нет. У нас в дриптипе еще есть там такая выемка с подачей на вкус. Сама дрипка достаточно такая тяжеленькая, металлическая. Если и имеет нижний обдув спирали. Ну, будем говорить, такой вот комбинированно нижний боковой. Стойка достаточно высокая. Как опытный глаз заметит, что данная дрипка похожа чем-то на фобию. Но, я бы сказал, она уникальная. Во-первых, здесь значительно больше металла. И поэтому, в принципе, всегда можно ставить койлы не такие жирные. Она заточена, ну, скажем, меньше. Ну, что-нибудь среднее. Больше, чем среднее, конечно, по навалу. И, в принципе, она заточена на вкус. Вот интересная подача со сквонка. Очень высокая, так сказать, подача. Чтобы у вас вот в две части расходилась жидкость в оба углубления для укладки ваты. Также у ваты есть вот такие отдельные углубления. Достаточно такие, где-то по миллиметру четыре глубиной. И дрипка такая непроливайка, будем говорить так. Потому что долить аж до самого верха. Ну, хотя бы там до этой части. Ну, будет не то, что проблематично. Но, если вы, конечно, можете с этим справиться. Но это надо стараться. Надо стараться однозначно, чтобы справиться с переливом. Дриптип 810 без рингового ринга у нас стоит внутри. Ну, и тут у нас всё это дело снимается. То есть у нас остаётся вот такое кольцо. И вот такой вот купол. Всё такое тяжёленькое. Так что какие-то сверхтолстые койлы ставить сюда, ну, не имеет смысла. Потому что будет всё это дело греть. Это ни к чему. Либо вам нужна мощность и короткая тяга. Большой никотин. Ну, вот такое решение, если какие-то жирные койлы. Сами отверстия под койлы, ну, где-то порядка по 2 миллиметра. Может, по 2,5. Причём, мне кажется, одно отверстие меньше, чем второе. Но критичности я в этом не наблюдаю. Как проходит воздух? Как видите, у нас есть такая вот подача воздуха, регулировочка. То есть вы можете так вот даже перекрыть. У нас как бы даже сбоку такой вот забор, полу сбоку происходит. Ну, это для того, чтобы вы могли перекрыть один обдов. И у вас он был равномерный для подачи. Ну, таким завихрением. Интересный конструктив для подачи воздуха. Ну, и здесь у нас вот койл обдувается по центру. По центру непосредственно. Но, опять-таки, ставить слишком широкие тоже нет смысла. То есть я сейчас буду что-то ставить. Тройной фьюз в районе 6 витков. 5 витков, точнее. И не более того. Не более. Поехали. Я ставил ножки где-то по 4 миллиметра. Глубина тут очень совсем, совсем, я бы сказал, даже небольшая. Даже, может быть, придется еще подрезать. Слишком высоко ставить спирали тоже не имеет смысла. Потому что, судя по всему, если вы его поставите, то вы упрете их в купол. Поэтому тут задача установить койлы ближе к обдуву. Ну, логика такая же, как в фобии. Ближе к обдуву, ну, и у вас центральный, так сказать, обдув койла. Но здесь удобнее в том, что 5 витков отлично становится. Вот в фобии 5 витков, ну, вот все было на 6 витков рассчитано. Но эффективность была высокая только при 5 витках. Ну, опять-таки, я говорю про этот койл, да, то есть про тройной фьюз, то есть приблизительно про такую толщину. Ну, и сопротивление тут вообще доцельное будет, честно говоря. То есть в районе 0.08. Это койл на нихроме. Вот как-то так это все будет выглядеть. То есть вообще тут огрызочки. Ну, вот это, я считаю, максимум. Максимум, что можно сюда засунуть. Вот такую толщину. Можно их немножко подцентровать, тогда смысл теряется конструктива бокового вдува, потому что будет воздух уходить вверх. У нас есть, конечно, какое-то расстояние для того, чтобы подтянуть их. Но, опять-таки, оно небольшое, потому что ямы очень неглубокие. Интересно, что до прожига. 0.05. Но ставится достаточно, если вы уже в теме, да, то ставите очень быстро койлы. Все, это надо немного отцентровать по отношению к обдуву. Можно, конечно, попробовать их подтянуть посередине, но, опять-таки, вот, если вы потянете посередине, то этот воздух будет просто, ну, будет он окучивать, скажем, сбоку. Ну, это будет хуже. Ну, давайте посмотрим. Вот как-то так. Да, все правильно, потому что дальше будет просто все упираться в небосвод. Все, я прожгу, встретимся на укладке ват. Получилось сопротивление 0.09. Сейчас мы заводим. Использовать я буду вискозу. Не забывайте, что у вас хвосты будут длинные. Поэтому обрезать вот как-то так. Ну, распушивать это сильно не было. Она и так, в принципе, не склеивается. Вот таких вот два хвоста у вас будет. Единственное, что я обрежу тут по кругу. Здесь снизу тоже чуть-чуть подрежу. Ну, в принципе, тут укладка как в баке, потому что у вас есть два таких места, куда вы, в принципе, укладываете вату. Почему я решил вискозу поставить? Ну, потому что она, в принципе, не прессовывается. И она заполняет очень большое, ну, много пространства. Хорошо впитывает жидкость. Удерживает, я бы так сказал. Настолько впитывает в себя, насколько она хорошо удерживает. И она, видите, она не прессуется вообще. Даже, блин, может быть и не это. Заправлять можно спокойно через верх, но надо учитывать все нюансы, чтобы вы это всё дело не переливали. Не надо думать, что если глубокие или высоко посаженные воздуховоды, то вы не сможете сделать себе неприятности. Сможете. Если постараться, вы всегда всё сможете. Плюс у нас чётко направленный воздух в койлы. И здесь вот такая вот часть как раз ограничивает вата прохождения воздуха, чтобы он не уходил ни влево, ни вправо, а проходил чётко по койлу. Встретимся в профите. Сейчас я её потестирую. Сделаю и расскажу, что я думаю. Поехали. Ровно! Я буду выражать своё мнение, и вряд ли меня кто-то в нём переубедит, потому что я, собственно, вижу какие-то вещи, которые я видел у Венди Вейпа, и я считаю, что данная дрипка разработана компанией Венди Вейп для компании Вупу. Собственно, как я и считал, что плата от компании Вупу зачётно зашла с квонг-мод от компании Венди Вейп. Хотя там все эти рассказы про ссоры, ругню и так далее просто увеличили объём продаж именно потому, что это маркетинговый ход. Следующий момент. Что касается самой дрипки, да, она похожа на фобию, но она не фобия. Это абсолютно не фобия. Это другая дрипка с подобным обдувом, но здесь это больше такое направление во вкус, направление в энергосбережение, будем говорить так. И в данной дрипке спокойно можно юзать спирали где-то 0,2 Ома, и они будут вполне передавать хорошо вкус, там фьюзы какие-то или что-либо подобное. То есть эта дрипка вполне может переваривать какие-то небольшие, не энергопотребляющие сильно спирали. На нихроме, на кантале и так далее. То есть однобатарейник в принципе годен для эксплуатации данной дайпульки. По поводу обдува. Обдув, вообще дрипка очень тихая. Вот что мне ещё понравилось, что дрипка вообще практически не слышно, независимо от того, как вы регулируете этот обдув. Плюс у вас есть регулировка, полноценная толковая регулировка обдува, и когда вы регулируете, вкус меняется. Это тоже зачёт, что здесь нет даже на том, что я сюда поставил тройной фьюз, хотя я считаю, на самом деле, такое потолочное решение для этой дрипки, это всё, дальше идти некуда. То есть это максималка, которую сюда необходимо ставить. Не потому что эту дрипку нельзя сюда что-то запихнуть, не, просто не нужно. Вот этот тройной фьюз, это максимум. И вот регулировка обдува реально меняет вкусопередачу, именно делает её плотнее, ярче, чётче. Ну и по поводу шума, да, собственно, что... Залить дрипку можно. Об этом я сейчас подробнее расскажу. Ну из-за того, что у вас, собственно, всё находится железо вверху, да, практически станции, куда вы закапывать, нет. У вас есть каких-то два отверстия, куда вы вводите, собственно, вату, у вас, ну, пространство занято железом. И когда вы закапываете, вы, в принципе, при желании, больше, чем надо закапаете, вы обязательно зальёте каналы, у вас тут что-то пойдёт. Ну, это нормально. Честно говоря, я думал, что будет всё глубже. Но это не является минусом данного устройства. Просто здесь она рассчитана, в том числе, и под сквонг, как вот в данном формате она сейчас и стоит. Поэтому гонять её можно и на сквонке, и на сквонке она будет зашибись, как ходить. Почему? Потому что будет жидкость правильно заходить в вату, и как раз её будет питать. И это самое важное, чтобы жидкость не шарахалась по внутренней части самой дрипки, а питала в вату. Чтобы она не находилась в центре, а уходила к вате. Поэтому здесь всё сделано правильно и толково. Дриптип не зашёл. Вот эта внутренняя ложбинка, она что-то даёт для вкуса. В принципе, такие решения присутствуют во многих дрипках. И от компании Койл-Арт, и от компании Ходсих, и те же самые Дизайр Мэддоги, тоже сделаны вот с этой внутренней ложбинкой. Это, в принципе, добавляет вкус очень нормально. Можно сказать, что это три четверти навальная, энергоэффективная дрипуля с вкусовым направлением. Будем говорить так. Но я на самом деле хочу закончить это, так сказать, интервью и попросить вас переходить на сайт, подписываться на Телеграм, ставить лайки и писать комментарии. До новых встреч. Пока, до новых обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok